Девушки отдыхают Мы выступаем специально для вас Здравствуйте! Здравствуйте! Ой, обожаю таких гостей Господи, боже мой, чтобы понять, кто это, вообще ничего не надо говорить Просто имя и фамилия Олег Газманов Олег, здравствуйте! Здравствуйте! Вот, если честно, Олег, вы пример для подражания Сколько лет уже на эстраде Сколько лет исполняете свои шикарные песни Ни в одном скандале не участвовали Нигде не замечено вообще Все только положительное Я думаю, если в интернет вбить, Олег Газманов Слив, будет написано, как вы объелись в слив Олег Газманов, друзья, легендный наш Вы же даже ЗОЖ ЗОЖ изобрели задолго На того, как ему увлекся Тимати Вы же умеете вот это все Посмотрите, как вы выглядите, это же невероятно Олег Газманов, 92 года Ваши аплодисменты, ребята Честное слово В 2021 году отметил 70-летие, друзья Браво! Браво! И из зала мужской голос Красава! И женщины сзади заерзали Ммм, папик Круглой дате Олег отправился в большой гастрольный тур И выпустил новый альбом 7.0 в мою пользу Все верно? Классно! Типа 70 лет, да? А когда 77 будет, какой? Ничья! 7.7 Потом 7.8 Проигрываем! 7.9 Ай-яй-яй И потом 8.0 Батям в хате! Опять! В конце 21-го года ВЦИОМ провел опрос Лучшими певцами российской эстрады В 21-м году Россияне назвали Олега Газманова И Полину Гагарину Классно! А кого бы вы назвали сейчас лучшим певцом? Вот вы лучше певец по версии россиян А вы вы кого выделили бы? А больше некого, в общем-то Все так и есть Хорошо С народами не поспоришь А из молодых, может быть, кого-то выделить? Кого-то знаете, слушаете? Ну вот Родион Газманов вещей Все в семью! Не, не, на самом деле Есть очень много молодых ребят Вот Некоторые даже без мата умеют петь Вообще сложно, конечно Но я понимаю Крайне редко А правда, что вы каждый год На день рождения отжимаетесь столько раз Сколько вам лет? Да Браво Вау! Крутяк! А ты бы смог вот так вот? Я? Да Конечно Сколько тебе лет? Два Мне два, дядя Знаете что? Вот мы действительно хотим узнать о вас Ну что-нибудь плохое Потому что про вас только хорошее И исключительно Ничего плохого про вас мы не знаем Можете что-то рассказать? Что-то Ну допустим Вы однажды легли спать После 11 вечера Или меньше двух литров воды Мне говорили Мне жена говорила Вот осторожней там С юмористами Понимаешь? Потому что тебя выведут На такой момент Когда смогут про тебя что-нибудь сказать Но я понимаю Что вы вот так по телевидению Да При всех сказать Про свои плохие какие-то моменты Ну это ж нельзя Но может быть вы однажды проехали На мигающий зеленый свет светофора Ну аж какие-то Ай Я Я Да, есть Конечно Я убил 6 человек Но я не скажу Раскрылся Я когда голодный И мне вкусно Я чавкаю Вау Дамы и господа Впервые в камнике Для вас чавкер Олег Газманов Браво Да, правда? Да нет, конечно Ну что-то Ну можно что-то сказать Я не знаю Вот вас в каждом интервью Естественно спрашивают Как вам удается быть В такой прекрасной физической форме Давайте мы не будем спрашивать Этот вопрос Мы спросим другой Как всем остальным Удается выглядеть гораздо хуже, чем вы? Ну чтобы не было живота Например, нужно не жрать Как минимум Да, и побольше заниматься Ну да Давайте, Леня Друзья, Олег Газманов У нас в гостях Браво У нас в гостях Блогер, тиктокер Певица И летсплейщица Юлия Гаврилина Друзья Здрасте В прошлый раз, когда ты приходила Это Юлька Шпулька была, да? Да, я выросла Мне уже 20 Выросла Юлия Шпулия Да, Юлия Шпулия Это абхазская получается какая-то Нет, я в Алтайе родилась Ладно У меня есть цыганские корни Поэтому аккуратнее Цыганские корни? Тут я думаю, у меня кто-то свистнул коня Так, смотрите В августе у Юли вышел новый трек И клип «Хватит» Да Это название песни Или ты от себя чуть добавил? Совпало, прикинь Да, название песни Что это такое? Спеть что-нибудь Спой Можешь спеть? Спеть прямо сейчас? Нет, блин, завтра А, ну завтра я могу Ребят, не расходитесь Юля будет завтра будет петь Ну конечно сейчас люди, некоторые покупали билет специально Песня «Хватит» у тебя вышла? Да Ты можешь спеть «Песню хватит»? Песня «Хватит» А, вы хотите текст послушать? Не-не-не, текст я видел, не надо нафиг В смысле? Я хочу послушать Хочу послушать Смотри, смотри Там поется о том, что «Хватит выносить мне мост» Не, не надо рассказывать нам, о чем там поется Спеть просто Просто спеть ее Ротом Ротом? Да Ну просто тут так много людей, я стесняюсь Ну ты же певица, подожди, что значит Ну да То есть у тебя будет концерт, ты не выйдешь просто на сцену Я стесняюсь, там люди Уберите людей, я буду петь Да Ну давай хотя бы первые две строчки Ну давай Ты же певица Давай Ты была в курсе, куда ты идешь вообще Да, но вы сказали, что вы не будете обижать Так мы тебя не обижаем Что? Я ничего такого не говорил Кликуй Ты говоришь, спой свою песню Это обидно теперь? Мне скажут, пошути Ну смотри, 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 ситуация следующая Я пущу, вот ты мне сказал, что она тебе не очень понравилась Да я не слышал, как она Я не слышал Откуда ты знаешь название? Ты знаешь У меня написано вот здесь, в августе у Юли вышел новый трек И клип «Хватит! Спой!» А, тут написано «Спой!» Да, здесь четыре буквы Нужно дать тебе текст, чтобы ты его сделал Мне не нужен текст Ты просто неправильно понял, предложи Спой просто и все Это же не сложно Нет, я поняла, я все поняла У меня пришло озарение Ты же не поняла, пой Я поняла, я поняла В августе у Юли вышел новый трек «На клип «Хватит!»» Он вышел? Да Трек был? Да Клип все видели? Да Это в августе был? Ладно, ладно, хорошо Вы меня уговорили, я спою Зай, дай телефон Дай телефон Что происходит? Никакой Этот человек вообще с тобой пришел? С тобой пришел? Слушай, дай телефон Дай телефон, телефон Мой телефон А, ты не помнишь слова? Да, мне нужно вспомнить А-а-а Сейчас, секунду Понятно Сейчас все сделаю А это точно вот с тобой мужчина в бабушку переодетый пришел? Дай телефон, дай телефон Дай телефон Не надо его обижать по одежде Он вчера стеснялся, думал ему не подходит Мы стараемся, чтобы он выглядел молодежно Наш продюсер Просто артериально не подходит Но он выглядит на самом деле молодежно Очень молодежно Молодежь прошлого века Так, ну давай, две строчки Первый Ну я стесняюсь, я так не могу Ребят Олег даже подпадет Сидит Олег Газманов Говорит, что она все жмется? Дайте я знаю Олег, спой, пожалуйста Ну вон, вон, конечно Учитель Нет, братцы, я просто уму нерастяжимо, что происходит вообще Я так далеко от всего этого как-то оказался И поэтому, если так долго уговаривают петь Вот Если народ хочет уже, чтобы кто-то спел Потому что вы так добиваетесь, да, всего Конечно 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 А я я ясные дни Оставляю себе Опа А я хмурые дни Возвращаюсь к судьбе Танцуй пока молодой Мальчик Танцуй пока молодой С вами Танцуй пока молодой Мальчик Танцуй пока молодой Е-Саул, Е-Саул Что ж ты бросил коня Пристрелить не поднялась рука Е-Саул, Е-Саул Браво Браво Нет Вы смотрите программу «Проверка на возраст» Так долго можно, но позвала Не надо упрашивать Олег Газманов Ребята, вы прекрасны Браво Супер, спасибо Итак, Юля начала кинокарьеру Я просто прощу Да Да, смотри У Юли главная роль в сериале «Открытый брак» С Марией Александровой И самим У меня написано Самим Антоном Васильевым Да Капец Самим Антоном Васильевым Кто это такой? Кто это? Да я уверена, вы его знаете Это очень знаменитый актер Где он еще играл, Антон Васильев? В каких знаменитых фильмах? Расскажи про сериал «Лес и мышь», «Ольга 2» Что за фильмы? «Открытый брак», например Тот самый фильм Сериал, сериал Хорошо, а что это за сериал? Расскажи Открытый брак Антон Васильев – это мой папа по сериалу Марина Александрова – это моя мама по сериалу Мама по сериалу, да Вот, это мой первый опыт А про сериал расскажи, пожалуйста Про первый опыт мы поняли Мы поняли, да Я боюсь много сказать Чем закончился сериал? Давай, расскажи, да Вы знаете, что со мной будет, если я расскажу? Что? Ну, будет плохо Я там, знаете, бумажки подписываешь А не разглашение До этого было интереснее Спой Подожди Гуля, автор книги «Ближе к звездам, не стесняйся, будь с собой» Будь с тобой, ты хочешь быть со мной? Блин, не знаю Ты слишком молода Я не хочу отдавать полдома У него всего пол Я в нем живу Мне негде будет жить У меня тоже есть дом Ничего живу У тебя есть дом? Да Тогда поговорим Я про тикток-дом Они еще существуют Нет у тебя ничего В смысле нет Есть еще информация Юля занялась импортозамещением У нее выходит коллекция одежды для кукол Вопрос к тебе, как к лидеру общественного мнения Ну, ты же лидер Как к инфлюенсеру Инфлюенсеру Да, создающему молодежные тренды Для нашей страны Да Вот магазин одежды для кукол Нафига Я, если честно, тоже задавалась этим вопросом Меня он мучил Но случилась такая ситуация Ну, мы все люди, мы все спим, правильно? Все спят же Не только я Вот, и мне приснилось Я в мини-версии Ага В своей одежде И я подумала Блин, это так круто выглядит Я прям гуляла Это был настоящий мир Как в Симсе, знаете? Так Игра такая Вот, и я просыпаюсь Ой, мне кто-то аплодирует Один человек Видимо, кто-то поддерживает А то и здесь Думает, блин, когда это закончится Все Вот и Хорошо Но ты же не просто создала одежду для кукол Ты создала зимнюю одежду для кукол И у меня к тебе вопрос Вот зимняя одежда для кукол Нафига? Потому что куклы мерзнут Смотрите Ну, у вас в детстве не было бэби-бонов? У меня в детстве была палка И вот эта неваляшка Вот эта страшная И она до сих пор с ним на сцене Да Вот И ножичек туда мы втыкали все время Вот это вот все И вот все Ну ладно, хорошо Вы, парни Вы не понимаете Девчонки, у вас были бэби-боны в детстве? Какие девчонки? Им все Они с 46-го года рождения, посмотри Они в ФЦ работают все Ну и в общем Я просыпаюсь И думаю Почему бы и нет? И вот мы встретили Все О чем это? Где? Это про песню? Или про кукол? Или про что? Почему бы и что нет? Почему бы не Почему бы нет? Я мушкитер Хорошо Смотри, Юль Ты вот участвовала в третьем сезоне Звезды в Африке, верно? Снова, да Да, и до этого ты участвовала в первом сезоне? Да То есть ты приехала, съела тараканов Ничего не выиграла, уехала Потом вернулась и опять съела тараканов? Да У меня для тебя есть вопрос Догадываешься какой? А-а-а Зачем ты это делаешь с собой? Зачем ты поехала туда второй раз? Я сама не знаю ответ на этот вопрос Зачем я туда приехала? Что я там делала? Но было весело, забавно Это тоже на ТНТ, кстати, идет Ребята, смотрите По воскресеньям в 20.00 на телеканале ТНТ О, хоть что-то Ура! Только вот туда Вот туда сказать надо, не нам Ребята, в 21 Еще разочек, да? Мы вырежем это Это я себе заберу Давайте вот это оставим Ребята, смотрите Звезды в Африке В 19.00 на телеканале ТНТ Можно и бляляляля Сделать еще раз Отлично А теперь вопрос Который мы потом подмонтируем Скажи Как ты попала в шоу-бизнес? Юль Мы ничего не выяснили Из общения с тобой Вообще ничего не понятно Но было весело Юля, аплодисменты ей. Аплодисменты нашим гостям. Спасибо огромное. Гарри Харламов. Павел Валя. Кэрити Клаб. Поехали. Аплодисменты нашим гостям. Привет всем, ребята. Всем музыкальный привет. Здравствуйте. Друзья, сейчас проходит чемпионат мира по футболу в Катаре. Один из знакомых побывал там. И вот про все его приключения мы написали песню. Под ваши аплодисменты футбольная папури. Диджей, полыхаем. Собрался на чемпионат лететь в Катар. Смотреть футбол. Но нет билетов, потому что все хотят. Смотреть футбол. Но что же делать? Я хочу попасть в Катар. И вот мой план. Лечу в Стампул, потом в Иран, в Афганистан, в Таджикистан, в Узбекистан, в Аман, в Бутан. И уже там я пересел на Дельтаплан. Наконец-то летел. Я в Катарус прекрасный. Здесь очень дорого есть. И очень дорого спать. Очень дорого пить. Очень дорого ехать. Очень дорого писать. Так что лучше не пить. Дорого все, но все равно. Жить в этой стране дешевле, чем в Москве. На матч Катара я попал. Там футболист один играл. И вот, когда забил он в гол, то закричал весь стадион. И диктор спрашивает тут, скажите, как его зовут? Му-барак Альдуса Ибен-су, Лиман-халед аз шехрик Хан. Лидаль-мурад аль-джапир, я сир и бен аль-кохани. Му-барак Альдуса Ибен-су, Лиман-халед аль-шехрик Хан. Виталь, Мурат, Аль-Джабир, Ясир и Беналька Ханис. На стадионе скучный матч смотрю, Все зрители молчат и не поют, Друг в друга не плюют и стульями не бьют, И голые на поле не бегут. Без пива, без пива, без пива, Чемпионат без пива миру дал Гатар. Без пива, без пива, без пива, Но хорошо, что в колу я налил вискарин. По полю без одежды я Кроналду пчу с надеждою, Чтоб сделать селфи грешное. Стремительно спешу я, Меня охрана здешняя Схватила прям за грешное, И вот уже неделю не люблю я. Мне выписали штраф, Иду его платить, Но денег я с собой наличных не взял, Мне протянул кассир Для карты терминал, И в эту же секунду я осознал, Карта Мир придумана нами, Про карту Мир Без мир не слыхал. От сноя я в Катаре просто умираю, Но трудно мне ни одному я понимаю. Вот Неймар бежит по полю, Изнуренный ад жары спасает сам Бабе. Гаррет Бэйл сидит в тени, Изнеможденный куртуа потеет на траве, А Дюба чилит в Монако, Как Овен с Мамаевым шгутся в дроби. Им сейчас тоже очень жарко, Они тоже под солнцем и еще под кой чем. И вот я вернулся в Россию домой, Время провел бесполезно, Ведь первый раз в жизни смотрел я футбол, Злой, обгоревший, голодный и трезвый. Месяц смотрел на вялый футбол, Скучный и очень пассивный, Наши здесь точно порвали бы всех, Ведь вялый футбол – концепт сборной России. На сцене Антон Иванов. Здравствуйте все, здравствуйте, здрасте. Ситуация простая. В кабинете начальника. Так, ну что ж, рабочий день закончился, Чем бы заняться? Светочка, зайди, пожалуйста, ко мне. Геннадий Олегович, вызывали. Вызывал. Ты ж моя секретарша. Тя вызываю. Ты у меня работаешь, свет, уже целый месяц. И получаешь 200 тысяч. А всего-то три раза в день приносишь мне кофе. Хорошо устроилась, да? Ну да. В связи с этим вопрос, Как ты думаешь, почему сегодня вечером Я тебя позвал к себе в кабинет? Ну, вы, наверное, хотите кофе. Совершенно верно. Но не кофе. Вы на что-то намекаете? Нет, ты знаешь, я человек прямолинейный, Не буду ходить вокруг да около, скажу, как есть. Мы люди взрослые, не чужие уже друг другу. И мне кажется, Светочка, что настало время Познакомить тебя со своим Егоркой. Кажется, я поняла. Поняла? Я поняла. Молодец. Знакомься, это Света. Ой. Света, зачем ты разделась? Ну, вы же обещали показать Егорку. Вот он, мой племянник. Я думал, вы познакомитесь, поженитесь потом, Но, видимо, это уже вряд ли. Егор, уходи, ни слова матери, всё. Извините. Ну, Свет, ты даёшь. Ну, иногда. Извините, так неловко получилось. Простите меня. Давай так, в качестве извинений. Так. Может быть, ты хочешь поиграть на моей кожаной дудочке? На чём? На моей кожаной дудочке. Это то, о чём я думаю? Это то, о чём ты думаешь. Я согласна. Браво. Ура. Конечно. Свет, тебе чё, жарко, что ли? Может, я кондейс включу? Блин, Геннадий Олегович, извините, пожалуйста, опять неловко получилось, простите. Ну, ты сыграешь? Я на такое не умею. Блин, и ты не умеешь. Хорошую вещь подарили, никто не умеет. Ладно, Свет, у меня к тебе одна очень деликатная просьба. Так, ну смотря какая. Свет, не хотела ли бы ты задушить моего питона? Прям вашего? Прям моего. Прям питона? Прям питона. Прям задушить? Прям задушить. Ну, я согласна, окей. Ой, Свет, спасибо тебе огромное, он просто у меня очень старый, я руки не под... Геннадий Олегович... Свет, я не понял, а? Тебе чё, трусы велики? Почему постоянно с тебя слетают, а? Простите, блин, вот эпик фейл получился. Чмар какой, а? Честное слово, я извиняюсь. Может, вы просто уже прямо скажете, как есть, а, Геннадий Олегович? Хорошо, я тебя хочу кое с кем познакомить. Артём Петрович, заходите. Здравствуйте. Это Артём Петрович, мой заместитель. Да. Мне нравится тебе, Артём Петрович? Ну, высокий, симпатичный мужчина. Да, 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 с Артёмом Петровичем мы, ого-го, чего у нас только не было, кого у нас только не было. И, если честно, Светочка, вы нам очень симпатичны, поэтому мы решили, может быть, попробуем в два смычка? Ну, и если у всех взаимная симпатия, я согласна. Давайте, конечно, давайте. А что ж, приступим. Поехали. Света! Опять? Ну, блин, ну эти ваши намёки. Какие намёки? Никаких намёков! Артём Петрович, ради бога, простите. Ну, мы так полёт валькирии никогда не отрепетируем. Простите, давайте завтра, завтра по зуму мы всё отрепетируем с вами. Свет, я... Геннадий Олегович. Я не понимаю, у тебя чё, аллергия на хлопок? Простите, пожалуйста. Ты чё, всё время от платья хочешь избавиться, а? Ладно, Свет, давай так, просто будем откровенны. Не буду ходить вокруг да около, скажу, как есть. Я бы, Свет, хотел бы побаловать тебя раком. Геннадий Олегович, я уже всё поняла, блин. Я сейчас опять разденусь, а вы достанете варёного рака. Нет. Нет? Нет. Ну, ок, я согласен. Живого! Да твою ж мать! Смотри, какой! Побаловал же тебя! Да, Геннадий Олегович, если не можете вы сказать, я скажу. Что? Трахните меня! Что? Всё, трахните меня, прямо здесь, на этом столе. Серьёзно? Да! С этого и надо было начинать. Ну, наконец-то. А не с того, что Геннадий Олегович, можно у вас работать. Ха-ха-ха. Ох, я сейчас так отымею, Света. Готово? Я готова. Поехали, ты за торпедой, я за Барселону. Да блин! Что? Геннадий Олегович, Геннадий Олегович, ну что вы хотите? Я, Света, хочу прокатить тебя на своём волосатом мотороллере. Прокатите, наконец! Прокатите? Тогда поехали! Сюда, блин! Ты смотри, какой питон душ! Опа! Когда? Геннадий Олегович, я же знаю, что вы хотите. Ты тихо, ты тихо, не могу это сказать. Почему? У меня везде камеры и прослушка за мной следят. Кто? ФСБ? Нет, жена. А где она работает? ФСБ. Ну, может быть, тогда пойдём в приёмную, и вы мне кое-что там распечатаете. Прямо на принтере? Да, прям на принтере. Мы идём печатать на принтере. Света, Светочка, держите. Долбанов, я бы и сама это распечатала, блин. Много где говорят, что у них самые низкие цены. Но в метро вам вернут разницу в десятикратном размере, если вы найдёте дешевле. Метро – это стабильно высокое качество. Метро – это гарантия низкой цены. Из – это гарантия низкой цены. Все, 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 все. Там спортсмены. Дальше в перчатках бьются какие-то хмыри. Без перчаток, двое-надвое, трое-надвое. Шоу подсчетчин, махач в сене какие-то, мужик с бабой. Бои карликов, блин, бои карликов, ребята. Вы понимаете, что все это развлечение 16 века. Мы в средневековье. Добро пожаловать в средневековье. Я вас поздравляю. Все, это состоялось. Я думал, в 2022 году будут летающие машины. Нет, блин, разлетающиеся хлебальники. Вот все, что нас интересует. Мы скатились в средневековье, ребята. Ну, честно. Ну, вот что вы представляете, когда вы слышите? Елена Беркова, Дана Борисова, кабриолет. Ну? Ну, явно же не вот это. Посмотрите, душат ее. Покажите еще. Это лига боев в кабриолете. Она есть, она существует, понимаете? Вы же понимаете, что это порно-актриса душит телеведущую? Это первое видео, где кому-то навтыкала Беркова, а не ей. Понимаете? Ну, озверели. В Советском Союзе такого не могло быть. Невозможно представить, как Гурченко душит Зыкину в запорожце. Прихватил ее и душит. Только если они не поделили из песнеров вот этого усатого красавчика с бас-гитарой. Только это. Мы скатываемся в средневековье. Это надо признать. На телевидении наше посмотрите, что там творится. А? Сплошные экстрасенсы, колдуны, ведьмы, шаманы. И это только РЕН-ТВ. И это только продюсеров я перечислил. У нас на ТНТ популярное шоу «Звезды в Африке». Мы смотрим, как люди валяются в грязи, жрут каких-то кузнечиков, червей. Бородавочники в Африке в афиге просто. Их лужу занял Митя Фомин и ищет ключи от жопы Вали Карнавал. Что они там делают, я не знаю. Что конкурсы какие-то у них. И обезьяны смотрят на это и думают, мы к этому стремимся. Не, блин, назад. Деградируем назад. Ты что? Кто-то скажет, ну в средневековье были бордели, разврат, похоть везде. А сейчас все святоши высокоморальные. Что ты прям. Для кого, скажите, в каждом доме по секс-шопу? В каждом выходит она с черным пакетом и светлой улыбкой пошла. И у нее там фиолетовые караси, блин, на батарейках. Плещутся в этом пакете. Девочки, это вы нас тянете в средневековье. Вы вспомните, чем вы сейчас занимаетесь все. Мыловарение. Делают свечи они, мажутся грязью. Все верят в звезды. В 15 веке так не были популярны астрологи и астрологи. Сейчас все все знают. Овен в Сатурне, все. Поэтому у Марины шлюши периутаны. Пошла она. Алло, у вас где я помылась? Заезжай. Какого-то ответа они ждут от вселенной все. То есть раньше, во время жертвоприношения, 20 быков там убивали, пятерых детственниц, не было ответа. А тут она прошла курс Блиновской. И все, стоп, млечный путь. Ирина Тыквина из Рязани просит Гуччи, блин, отправляем. А первым рейсом ей туда. Ответ от вселенной. На, получила, сразу. Девушки, все, что вы сейчас делаете с собой, вот эта вот эпиляция, уколы в лицо, золотые нити под кожей, это все звучит как средневековые пытки. Облейте ее горячим воском и резко оторвите ей. Это пытки, понимаете? Прицепите ей на волосы чужие волосы. Пусть ходит как лохудра. Сбрейте ей брови и иглой, набейте ей новые на этом же месте. Ну, даже не средневековый. Мы первобытные уже, мы первобытными становимся. Иначе как объяснить, что в 2022 году 103 миллиона набрал костер, блин? Костер. 103 миллиона просмотров. Вы понимаете, 100 миллионов человек вечером подумал, так, что посмотреть, новые трансформеры или костер? И победил костер. Посмотрите, 10 часов костра, сезон костра. Да смотрели же, непонятно, чем закончится, потухнет, нет? Я понимаю, 2000 лет назад люди смотрели на костер вынужденно. Ты просто отошел от костра, у тебя уже трахает лев где-то. Другие времена были, понимаете? Не верите, что вы в средневековье? Ребята, зайдите на автовокзале в любой общественный туалет. Вы увидите, люди разучились срать. Никто не попадает. Все мимо. Люди не верят сейчас в обычные вещи. Не верят, что земля круглая. Боятся прививок. Сомневаются в неоспоримых научных фактах, что всего два пола существуют. Нет. Даже в книжках, которые не связаны с наукой, говорилось, на Ной в ковчег взяли каждой твари по паре. Там не было такого. Кто вы? Лезбослон. Проходите, лесбослон. Нам нужен. Вы кто? Небинарный жираф на второй этаж, пожалуйста. Трансгендерный баран? Вы же мужчина просто. Ну, проходите туда. Гома-гамадрилом вон туда вот проходите. А мы в России вообще находимся одной ногой в прошлом, другой ногой в будущем. Мы можем сделать офигенный автомобиль Аурус, и он может выехать и попасть в аварию, блин, с гужевой повозкой. Тебе курьер с Азона по навигатору на электросамокате везет кулич к Пасхе. Люди приходят к гадалкам, чтобы узнать, что там с криптой, а? Что с криптой? Это мы. Мы в этом живем. Поэтому надо отбросить прошлое и стремиться в будущее. Я официально заявляю, карьера комика в прошлом. Все, теперь я боец. И я вызываю тебя, Дава, на бой. Понятно? Я беру Харлашку, ты Киркорова, двое на двое, как бы это ни звучало. Павел Воля, пока. Скидка 30%. Это много или мало? Это немного, а очень много. Если речь о скидке на квартиру. Беспрецедентная скидка 30% на квартиры и апартаменты бизнес и комфорт-класса от Левел. Левел. Жить на новом уровне. Встречайте, на сцене почти все резиденты комедий-класса. Деловое совещание в офисе на Патриках. Так, 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 ребят, ребят. У меня серьезное заявление. Слушайте, мне кажется, у меня есть ответ на вопрос, который мы обсуждаем весь месяц. Да? Я провел аналитику, взвесил все за и против и понял, что моноколесо это все-таки не моя история. Это не про мою эстетику. Я больше про электросамокаты. Дань, ты че прикалываешься? Какие электросамокаты? Это опасно. У меня друг на электросамокате въехал в женщину с коляской и разбил себе макбук. Жесть. Капец. Ребят, сорян, что отвлекаю, но нам нужно типа провести мид. По какому поводу мид? Я типа хотел предупредить, что сегодня к нам в офис придет Виктор Павлович. Это вот этот душный? Так, ребят, давайте по толеранде. Это все-таки мой отец и основатель нашей строительной компании. Вань, основатель это как, как это? Ну это типа человек, за чьи бабки вы из Балашихи на Патрике переехали. Ну что, я не понимаю. Ну фаундер! Это круто! Он походу уже приехал, вот он мне звонит. Блин, говорил, не звони, пиши в телегу. Что за пассивная агрессия? Привет, Ванька! Привет! Привет, пап, привет! Ну что, как отдохнул, как Дубай стоит? Стоит, Ванька, стоит. Да, и Дубай хорошо, не переживай. У вас как дела тут? Ой, у нас все... О, кстати, ребята, кто новенький, знакомьтесь, это Виктор Павлович, фаундер и саунар нашей строительной компании. Ну, генеральный директор, грубо говоря, чтоб всем понятней было. Смотри, слушай, ну молодых парней ты нанял, да? Не то, что раньше тут одни старые пердуны работали, да? Смотри, в новый офис вы переехали, даже отделку не успели сделать. Это лофт, Виктор Павлович. Да, да, я и говорю, надо отделку сделать. Мы же строительная фирма, да? Люди придут ремонт заказывать, а у нас, получается, у самих ремонта нет. Пап, пап, ты приехал меня контролировать? Нет, Ванька, ты что, ты что, Ванюш? Мы же договорились, ты главный. Вот я просто вчера это был в Дубаях, сидел в этом ресторане мясном, как его этого, локти у которого соленые эти. На сред гогте. Будь здоров, вот. Значит, сидел в ресторане, думал, дай корпоративной картой расплачусь. Да, попробовал, не прошла, представляешь? Зашел посмотреть счета нашей фирмы, а там минус 900 миллионов, Вань, за месяц, Ванечка. Как так, а, Ванюш? А, пап, ты про это? Да вообще не парься. Просто я сейчас переделаю компанию. Мы строим вместо этой старой совковой шляпы, современной, основанной на общих ценностях. И свобода от любых форм дискриминации, горизонтальный сейв-спейс с консенсусным принятием решений. Ух ты ж, нифига себе. А, подожди, а, человейники, человейники вы в химках строите? Что? Ну, человейники, когда можно окно открыть и с человеком из соседнего дома, вот так, блин, за руку поздороваться. Человейники, а? Человейники, когда с восьми до пяти работаешь, а потом с пяти до восьми парковочное место ищешь. Ну, коробки такие разноцветные, Ваня, коробки разноцветные. На которых наша фирма больше всего денюжек заработала, а? А, пап, нет, наша строительная компания не про деньги. А про что ваша компания? Ну, мы больше про ценности. Да, про комфортный воркспейс для всех и каждого. Да. Так же, значит, тут, Вань, насчёт про всех и каждого. Я тут это, посмотрел твою зарплатную ведомость. Есть у меня такой советик тебе, Ванечка, чтоб мы с тобой через месяц-два с собаками за еду драться не начали. Дальше только Дикси, сына. Надо кого-то уволить. Очень много, Вань, кого надо уволить. Пап, ну это уже ту мать. Ты чё, у нас комфортная, френдли, атмосфера, да. Мы как семья тут. Это как кинуть друзей. Вот, кинуть друзей. Начни с того, с чего я начинал. Это работает, Ваня. Кинуть друзей, это ж очень просто. Пап, ты, конечно, извини, но здесь каждый важен. Уволь одного и рухнет всё. Всё, да. А ну дай я посмотрю, кто у тебя работает. Давай, так, любой человек, да всё рухнет, значит. Ага, Борис-то, это что такое? Это вот у тебя работает Борис-то, это что, это можно уволить? Это кто, 145 тысяч рублей в месяц зарабатывает? Что он делает? Кофе. В смысле? Он делает кофе. Ходит по Эфиопии, собирает зёрна, да? Потом на таможне в себя засовывает. Так он работает? Нет, он для нас, для всех в нашем офисе делает кофе. А нахрена тебе для этого отдельный человек, а? У тебя снизу кофейня, сверху кофейня. У тебя офис на Патриках, Вань. Здесь, куда пальцем не ткнишь, то в шалаву попадёшь, то в кофейню. Пап, ну... Пап, камон, пойми, мы как семья, уволить Бориса, как потерять брата. Да, с него начинается день, он заряжает всех в 12 утра зарядом бодрости и своим позитивным вайбом рассказывает всякие интересные факты. А ты у нас кто? Я Борис-то. Вот и пошёл нахрен отсюда! А вы знали, что в Ирландии нет кротов? Как и тебя в нашей компании. Я говорю, пошёл нахрен. Подождите, если уйдёт он, уйду и я. А ты кто? Я обжарщик кофе. Пошёл нахрен, Два. Видишь, Вань, всё просто. Все сидят. Пап, нельзя так увольнять людей. Нужно встретиться в комфортной атмосфере, выделить сильные стороны, похвалить. Ваня, я их не трахнуть хочу, я их увольняю. Ты понимаешь? У тебя в строительной фирме работает человек, получает 200 тысяч в месяц. Массажист! В строительной фирме массажист! Нахрена! Ну, Алло, пап! Нам нужен массажист, у нас сидячий образ жизни. Послушай, сидячий образ жизни у моего крановчика, который в зеркала заднего вида не смотрел. Ай, ай, как хорошо. Какие крепкие руки, а? Ты, наверное, массажист. Да. Ну и пошёл нахрен тогда. Ну, пап! Кто, пап, у тебя в строительной компании повар-веган? Кто из вас повар-веган, а? Я повар-веган. А зачем ты здесь нужен? У нас не все в фирме едят мясо. А кто не ест мясо? Массажист. Я ему делаю фалафель. Отлично, что вы рядышком сидите. Берите друг друга за фалафель и пошли нахрен отсюда. Кстати, ты будь аккуратнее. У него очень крепкие руки. Да я знаю. Вань, что происходит? Короче, зайдёте к юристу, он вам всё оформит. У нас нет юриста. Что ты сказал? У нас нет юриста. Как нет юриста? Подожди. А где? А где юрист? Где Геннадий Степанович? Мы его уволили, он токсичный. Ну, вообще. То есть я правильно понимаю у вас? В строительной компании нет юриста, но есть бариста. Да? А нельзя было юристу пять тысяч в месяц доплачивать, чтобы он вам кофе варил? Называли бы его юриста. Барбер, блин. Кто Барбер? Барбер кто? Ты Барбер? Нет. Ну ты же по-любому, блин, знаешь, что из них Барбер. Вот он. А ты кто? Кальянщик. Не строитель. А нахрен ты нужен? Ты кто? Корпоративный психолог. Нам, кстати, надо поговорить. Мне кажется, у меня травма. Так закройтесь оба. Закройтесь оба. Хорошо. Хорошо, ладно. И вишенка на торте. Кто из вас бесполезных ушлёпков? Битбоксер. Я. Пошёл, ***. Понял. Фу, Вань, что-то мне плохо, а? Садись, садись, пап, садись. Вы чё, я ж тебе фирму, фирму рабочую я ж тебе передал. Всё ж было хорошо. Всё ж хорошо было. Тебе просто нужно было выучить слово. Переделайте на узбекском. И всё. Вань. Рабочая фирма с госзаказами, с тендерами. Чем вы тут занимаетесь? Пап, пап, 21 век. Работать на государство за шквар. Мы все эти уже госконтракты уже давно расторгли. Я тебе сейчас хлебало расторгну. Баран. Чем вы занимаетесь тут, я спрашиваю? Мы строим приюты для бездомных собак. Это волонтёрская имиджевая история. Вань, послушай, я в 90-х. Группу стрелки по саунам возил. Вот это имиджевая история, Вань. Меня так и называли. Валера, поющие соски. Ой, больно. Фу, что-то сердце, давление у меня упало. Пап, сиди, я сейчас тебе помогу. Как, скорую вызови? Нет, я позову Борису, сделай кустырику так. Масан, давай, полакали быстро. Давайте я вам забью дарксайд. Поиграй, давай, играйте. Я обжигал курс. Я принимаю давление. О! Это ну-то вы. Ой, как хорошо. Вань, слушай, а ты и правда молодец. Посмотри, какой коллектив сколотил, а? Ребята все слаженно работают, дружно. Правда, как настоящая семья. Пап, ну наконец-таки ты меня хвалишь. А я тебя не хвалю. Я выделяю твои сильные стороны. Перед тем, как тебя уволят. А на твою зарплату мы вернём юриста. Ну, пап. А ты, давай, иди в эту неформальную атмосферу. Ты душный. Подержите его, ребята. Я таксист. Я знаю, что ты будешь делать в следующую пятницу. Ты будешь смотреть Comedy Club. Спасибо огромное. Пока! Смотри Comedy Club каждую пятницу в 21.00 до ТНТ. И помни, если разговариваешь таким голосом, потому что болит горло, попробуй Тантум Верде Форте. Тантум Верде Форте. Двойная сила против боли в горле специально для взрослых. И все. Спасибо.